Всем привет! Никто не мог представить, что дело Михаила Ефремова примет такой поворот. Казалось бы, десятки видео с места ДТП, на судебном заседании актер признает вину, через несколько дней записывает покаянное видеообращение, в котором просит прощения у родственников погибшего Сергея Захарова. С 9 июня Михаил Олегович находится под домашним арестом, на котором настоял его адвокат, сам артист был не прочь отправиться в СИЗО на время следствия. И вдруг, как снег на голову, Ефремов заявляет, что отказывается признавать вину в случившемся. Однако не снимает с себя ответственности за произошедшее. Говорит, что машина действительно его. Иными словами, за рулем в момент аварии находился другой человек. На данный момент стало известно, что в авто найдены следы постороннего, например, окурки, при этом экспертиза показала, что их употреблял не Ефремов. Адвокат Сергей Жорин порассуждал, чем актеру грозит неожиданное признание и какие могут быть последствия в деле о ДТП. При этом он не исключает, что Михаил мог выгораживать кого-то. Был вариант признавать вину и идти в особом порядке, компенсировать вред. Но это не дало результатов, и поэтому, похоже, стратегию изменили. Видимо, решили доказывать невиновность, рассуждает Жорин. По его словам, возможно, артист и говорит сейчас правду. Все это время выгораживал кого-то из друзей. Но версия, на мой взгляд, сомнительная. Много видеокамер, все легко воссоздать, кто и откуда вышел. Михаил же не телепортировался на тротуар. Заявил адвокат. Если следствие установит, что за рулем был не Ефремов, то актер не должен нести уголовную ответственность. А если докажет обратное, после такого заявления это сильно повлияет на срок, отметил Жорин. Адвокат заверил, что Ефремов мог бы отделаться условным сроком. Все зависит от очень многих факторов, от экспертизы, позиции общественности и родственников на момент вынесения приговора. Потому что сначала происходит вспышка ненависти и презрения, а потом их сменяет сожаление. Люди только стали сочувствовать Ефремову из-за травли, а тут раз и задний ход. Но его адвокатам виднее, потому что они знают те детали, которые скрыты от посторонних, резюмировал Сергей. Добавим, что сразу после аварии очевидцы утверждали, что рядом с Михаилом Олеговичем во внедорожнике находился кто-то еще. Подозревали в том числе актрису Дарью Белоусову. Она одной из первых оказалась на месте трагедии, вызвала туда друзей Ефремова. А потом именно в ее квартире Ефремов провел ночь сразу после аварии. Надеемся, что ситуация прояснится совсем скоро. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!